Хорошо, я сегодня хочу особые вещи, во-первых, рассказать, чем я занимаюсь. Я работаю в ВИФИ и в студии в педроскопии в Российской Академии Наук. И, собственно, первая часть доклада будет посвящена некому вообще просто описанию объекта, о котором идет речь. А во второй части я расскажу, что это конкретно делаем мы. Ну, наверное, вы все знаете, что такое возоконденсация, или, может быть, не все. Она была предсказана возле Эйнштейна в 1924 году. И вообще, конечно, впервые она наблюдалась при открытии Женков-Гелия в 1937 году. Но управляемая, возоконденсация была получена в 1995 году этими двумя учеными. Когда они получили конденсацию возрумидевых атомов, при понижении температуры, мы говорим, что я не могу возкомонденсации, когда частицы макроскопически заселяют нижнее нейритическое состояние. Здесь картинка этого выпуска в пространстве. И видно, что с понижением температуры, то есть вот это вот для 50 нанокельвинов, для 200 нанокельвинов, для 400, наоборот, для 400 нанокельвинов, для 200 нанокельвинов, вы увидите, что распределение в области пространства сильно сужается. Наблюдается пих, это, ну, свечение, при карам нулю, то есть это пентибулярно, по-другому 90 градусов. Ну, является это свидетельством возоконденсации. А, в принципе, возоконденсация, она определяет как температуру, ну, критическую, в момент, в котором это происходит. Ну, то есть, видео есть такое. Она определяется массой частиц, потому что она определяется перекрытием уголовных функций, атмосфер. Соответственно, она обрабатывает, температура обрабатывает пропорционально массе частиц. А само по себе состояние означает, что все уголовные функции, все уголовные функции всех частиц описываются одним и тем же видом, с одной и той же фазой. То есть они все как геренды. Весь свет, который спускается из конденсата, как геренды. И ее невозможно достичь, если не будет отталкивания частиц. Значит, в принципе, чем она интересна, может, эта геренденциация? Тем, что можно наблюдать очень много разных явлений, именно квантовых. Таких, как, в принципе, они большинство из них теоретически, конечно, описаны. Как вихри, решетки целые вихри, своя проповедимость, какие-то целитоны, ударные волны, турбулеты, все очень много разных явлений. И, конечно, было бы интересно это все получить на эксперименте. Но, поскольку, как я уже сказала, температура, которая нам нужна, это нано-кетлины, то получается, что это делать очень сложно. И поэтому, в общем-то, чтобы все это красоту подогребать, хотелось бы найти систему, в которой бы температура и конденсация, вот эта критическая температура вверху, отбала бы повыше. А поскольку она обратно в провоциальной массе, нам, значит, надо, чтобы масса была поменьше. И, по-моему, предложено было примерно 20 лет назад, а может, чуть больше, смотреть такую систему. Во-первых, рассмотрим просто обычный резонатор фабрики РО, то есть некую плоскую набор зеркал с двух сторон, внутри которых может у него перестаться фотоны. Значит, поскольку это зеркало очень хорошего качества, то понятно, что в разноцестоящей волне есть некие браничные условия, которые накладываются на импульс этого фотона. То есть на ширине вот этих вот шириней микро-полоски или на серпе микроизонаторов между двумя зеркалами должно укладываться целое число полуволнка. В принципе, все, наверное, знают. А длина волны связана у нас с волновым вектором взящего соотношения по-пинакаре. Поэтому получается, что раз у нас ширина междузеркалами фиксированная, то моно-вектор именно в этом направлении корзет получается квантован. То есть он уже не непривелен, а просто имеет какие-то скрытые значения. И зачем он был бы это? Это просто для улучшения качества, потому что если будет одно зеркало, то они быстрее вылетят. Просто добро исползся таким образом повышенной политики, что если вы возьмете одно зеркало, то у вас будет какое-то отражение. Если возьмете много зеркал, то будет много лучевое отражение, просто качество будет лучше. Будет больше времени жизни. И если закон дисперсии подставить, закон дисперсии фотона, это E равняется ω-Hω, то есть H, Kc. Ну, у нас здесь трида, конечно, есть эпсела. То получается следующее. Вот этот волновым вектор, он вообще-то говоря, из трех компонентов, конечно, состоит Кz, Кx и Кy. Кx и Кy, как я объяснила, в К параллельное. То есть К параллельное, это вдоль x-y-плоскость. А Кz-то только так. Ну, и Кz-то, если я подставляю в таком виде, его нашу запорь, и говорю, что вот у меня такой закон дисперсии, давайте ему в области малых кx и кy разложим в формулит Эвер. То получается вот такой у меня закон дисперсии, где вот эта штука это константа, какая-то E0. А здесь я все коэффициенты обозначила через букву M, это называется приближение эффективной массы, и получается, что у фотона есть эффективная масса. Ну, это фотон двумерный, соответственно, если нарисовать этот закон дисперсии, то он выглядит уже не гремленинный, имеет вид двумерной системы, а параболический, где вот эта эффективная масса, она определяется собственно тем, как он здесь изогнутый, эта парабола. И понятно, что в принципе, вот мы туда посвятили лазерам, там начали эти фотоны жить, потом они оттуда вылетают через свое давление, поскольку зеркала не идеальны. И это распределение, если мы будем смотреть, как они вылетают под разным углом, конечно, это будет нам давать информацию о законе дисперсии, потому что, что такое вот это, под каким углом он вылетает. Это значит, что вот это параллельно, это, грубо говоря, амельно на С на Синус Тэта, да? Значит, если мы интенсивно в зависимости от угла померяем, то мы получим фактически этот закон дисперсии. Ну, будем, мы Тэк какой-нибудь поставим, там на полосу. Значит, очень хорошо, мы получили, скажем так, частицу с очень маленькой массой, эта масса подобная порядка 10-5 массы электрона. Но частицы эти не взаимодействуют, как мы знаем, поэтому конденсировать тут как бы нечего. Мы же ищем какую-то систему, в которой база конденсации будет реализоваться при высокой температуре. Поэтому теперь рассмотрим полупроводник. Причем возьмем и соединит три полупроводника рядом. Значит, в центре возьмем полупроводник с узенькой запрещенной зоной вот в аль-арсинии, например. Это таких систем много. А по краям возьмем, значит, с более широкой запрещенной зоной. Тогда образуется так называемая квантовая яма. И понятно, что если внизу у нас валентная зона вверху зоны проводимости, мы можем фотоном электроном возбудить из валентной зоны зоны проводимости. Тогда образуется как бы электронная дырка, и они могут образовать связанное состояние, которое называется оксетон. Почему оно будет связано? Потому что у них есть энергосмези, как у, например, водоподобного атома. И их уровень энергии, вот он пунктеточком обозначен, он будет более выгодный, чем отдельный уровень энергии электронной дырки. И его закон дисперсии, поскольку он находится у нас, он ограничен с двух сторон, поскольку у нас такую систему взять квантовую яму, то он тоже будет зависеть только от компролива. то есть это будет водоподобный атом, в котором вместо ядра из протона будет дырка, значит, это ядра вокруг друга вращается, и двигаются, они могут двигаться вот в этой плоскости, где, ну, соответственно, это энергия запрещенной зоны, это энергия наша водоподобного атома, вот она записана, но для двумерного водоподобного атома, поэтому двойка, она не там, где надо. Для трехмерного будет внизу, а для двумерного наверху. А, это кинетическая энергия центра массы, этого эксетона, то есть получаем тоже такой парамоличный спектр, но масса эксетона, это где-то 0,1 от массы электронов, то есть он гораздо тяжелее той массы, которая была получена на предыдущем слайде. Но, опять же, этот эксетон, он, как бы, какое-то время жизни имеет, а потом они снова рекомбинируют с вылетом фотона, и как-то нам заставить его подольше жить. А давайте мы засудим этого квантовую яму в ту самую микрополозу, которую была на предыдущем слайде. Поэтому тогда фотон будет возбуждать эксетон, потом он будет снова испускаться, отражаться от зеркала и так далее. То есть есть какая-то конечная вероятность того, что фотон, живущий на микрополозе, испускает эксетон в куантовую яму, через некоторое время они ее комбинируют, снова, значит, испускается фотон и так далее, это продолжается. То есть с точки зрения, как бы классической, что происходит? Фотон рождает эксетон, он снова и так далее. Вот, испускается фотон, снова рождается эксетон и так далее. А с точки зрения квантовой, как бы, квантовой механики, так как бы говорить некорректно, что у нас то одно, то другое. На самом деле образуется какое-то некое новое состояние, которое называется эксетонный пилеолитон. Значит, почему это происходит? Вот я здесь выписала два законодисперсии, они у фраболических, у них есть какие-то там константы, я их обозначила не ноль. Эффективная масса фотона очень маленькая, поэтому эта парабола была гораздо более согнута. То есть, если у них разница в четыре порядка, это 10-5 масса электрона, это 0,1 масса электрона, то понятно, что если эти на одном масштабе эти параболы изобразить, то эксетонная парабола, она будет выглядеть просто в прямой линии, потому что она гораздо более плоская. Ну и вы видите, что возникает у нас пересечение законодисперсии, и если у нас есть вырождение энергетическое состояние, вот при этом, и пусть при этом как параллельно, есть вырождение, ну как бы у нас два состояния, для которых уже энергии, должно возникать расщепление. Так и происходит. Значит, возникает два новых состояния. То есть, это новая часть частицы, которая называется полиолетон. Естественно, возникают две ветви, верхний полиолетон и нижний полиолетон, которые в области расщепления не похожи ни на что, в области, которая деликатор расщепления, они похожи либо на фотон, вот видите, вот если я отойду от области пересечения законодисперсии, то верхняя ветвь, она повторяет фотон, фактически, нижний ветвь повторяет их сторон. А если в эту сторону отойду, то наоборот, нижний ветвь повторяет фотон, верхний полиолетон. Ну и получается, что здесь же вы видите, снова можно аппоксимировать параболы законодисперсии. Тогда у этого полиолетона, у него тоже есть эффективная масса, которая похожа на что? Похожа на это, правильно? Значит, она тоже 10-5 масса электрона. Вот эта формула, которая выражается, вот эти две кривые, их можно получить, ну, наверное, очень сложно. Вот это ашамин большое, это энергоорасчепление, вот это миссис, то есть просто по уровню, ну, как сказать, вот эта вот разность вот этих вот, и также их смещение друг относительно друга определяется отстройкой. Отстройка это, насколько разные мы взяли Е0 у эксидона и у фотона. Ну, соответственно, вот эта штука определяется формами с энергоорасчеплением рамбе. Вот это называется энергоорасчеплением рамбе, плюс отстройка. Вот, и, соответственно, накачивая под каким-то углом, мы можем проследить весь закон дисперсии, поскольку, как бы, что происходит? Мы запускаем под каким-то углом, то есть с каким-то параллельно импульсом, ну, вот фотон сюда, с каким-то импульсом. Понятно, что он родит эксидон с тем же импульсом, потому что он должен выполнять закон сохранения импульса, правильно? Поэтому, вот, с каким импульсом сюда мы запустили, грубо говоря, фотон, так если, если, вот там помещена квантовая импа, ну, такая, что в ней могут рождаться с этим импульсом, то это расчепление произойдет. Если вот не подобрали так, то не происходит. Поэтому экспериментально, на самом деле, эти полосы делают не параллельные, а делают их немножко по-другому. И все эти разные точки смотрят, получится. и, естественно, стройка этим способом меняется, потому что, если вы будете менять ширину, то у вас будет меняться это место, в котором будет посечение законной дисперсии. Значит, время жизни такой, система определяется временем жизни фотонов полосы, то есть качеством зеркала, на данный момент это 10 секунд примерно, и масса полиэлектрона эффективная 10-5 массы электрона, то есть фактически это фотонная масса эффективная, я уже сказала. Что нам это все дает? Значит, это будет такой некий обобщающий слайд. Экситонный полиэлектрон это, как бы, композиция двух состояний, это экситонный фотон. То есть, с какой-то вероятностью он является экситонный, с какой-то фотонный. Если коэффициент этим заведем в квадратную, получим фотонную компонентную экситонную компонентную, которые дают нам разные свойства этих полиэлектронов. Во-первых, это бозон. Почему? Потому что экситон состоит из электронной дырки. Соответственно, спин у него единицы будет. Одна вторая, одна вторая. И фотон должен быть единицей. Значит, это бозон, целый спин. У них они бозоконденсируются. Экситонный компонент дает взаимодействие отталкивательное между частицами, фотонный компонент обеспечивает малую массу. А поскольку время жизни конечное, то мы можем после вылета наблюдать все, что хотим. Почему? Потому что если образовался бозоконденсат, а потом все эти полиэлектроны свойства от того, что было. То есть, если образовался бозоконденсат, все частицы стали гигиентами между собой, то вылетевшие фотоны тоже будут гигиентами между собой. Фактически это новый тип лазера, без всякой инерции заседенности. Поскольку это все можно мерить в зависимости от угла, то мы имеем доступ к импульсному распределению, если сделать образование фулеерных констрастного распределения этих прескситонных для ребенка. Значит, температура, которые можно ожидать, а не вплоть до комнатных. Хотя, конечно, это зависит не только от массы, еще зависит от энергии расщепления радио между двумя состояниями. Но, в принципе, уже, я покажу, на следующем слайде были получены и при комнатных температурах тоже бозоконденсаторы. Это размер воловой функции. Как видите, он сильно больше, чем в атомной. Значит, масса полиэлектрона сильно меньше. Но это не единственное, что хорошо для экспериментаторов, то, что температуру можно побольше сделать. Вот так примерно выглядит установка для получения бозоконденсации атомной. А вот так выглядит фактическое скамлятие наблюдения бозоконденсации калалитонов. Как вы видите, здесь вообще разобрать ничего нельзя. А здесь, как вы видите, предстоит несколько каких-то линз, коллиматоров, лазер, и все. Гораздо проще это получать. Я лично это наблюдала. Размеры тоже сильно отличаются? Ну, это артический стол. Представляешь себе такой стол, наверное, видимо, вот такого размера, как этот стол. И на нем помещается все, чтобы получить бозоконденсацию. Вот это, это целая комната. И там вообще не мои вещи на тыкве. Ну, вот я реализую, и такие, и такие, но, конечно, не скажет. Это не страшно. Теперь. Значит, вопрос еще в том, как их заставить бозоконденсироваться? У них же время жизни-то конечное, и поэтому они не могут бозоконденсироваться тепловым образом. То есть им не хватает времени, чтобы прийти тепловое равновесие сами по себе. Поскольку все 10 пикси в секунду, это очень мало. Значит, делается принцип, достигается так называемая квазиконсация следующим образом. Если мы накачаем, то есть что значит накачаем? Накачаем, это значит, мы будем посветить лазерам полос под каким-то углом, значит, область каких-то импульсов мы заселим фотонами, которые возбуждают окситоны. Значит, накачаем, допустим, вот это в этом месте. Понятно, что поскольку они друг с другом взаимодействуют, окситоны сталкиваются, на самом деле полиоритоны тоже сталкиваются, полиоритоны на месте нарисованы, то они будут, ну, здесь они на самом деле могут просто перелапсироваться, сталкиваться, допустим, с фоамонами. Да? Но когда они попадут сюда, то здесь возникает так называемый регион горлышка-бутылки, который, получается, что здесь из-за этого состояния очень сложно перейти в нижнее, потому что нам нужно, чтобы одновременно, вот здесь отложена энергия, а в дах отложен импульс. Нам нужно, чтобы одновременно, если у вас две частицы рассеиваются, и закон сохранения импульса выполнился, и закон сохранения энергии, чтобы выполнился. И получается, что здесь есть некий регион в области точки перегиба от этой нижней палеотонной ветви, в котором будут ставлены частицы, но это будет не нижнее состояние, просто потому, что из него запрещены такие переходы. Но если накачать систему ниже вот этого региона перегиба, то тогда такой рассеи невозможно с чёным закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, им могут попадать частицы в нижнее состояние. А чем больше их там, тем больше вероятность, что туда больше частиц попадёт. Потому что это как бы какова вероятность рождения бозона в новом состоянии? Она пропорциональна к полинезу n. Правильно? Значит, чем больше здесь этих n, чем больше здесь щитить, тем больше там будет... n просто. Вероятность. А, да. Вероятность, да, правильно, это же в квадрате. Вероятность пропорциональна n. Значит, чем больше здесь частиц, тем больше вероятность, что больше частиц сюда попадёт. И это называется так называемая квазикодензация, то есть она реализуется не за счёт теплового установления теплового равновесия в системе, а за счёт стимулирования от этого базы стимулирования. И действительно, это всё было получено здесь для разных систем, для разных микрополостей, вот здесь материал написан, были получены результаты. В галере-синитовых полостях при 40 кельминах было получено выроскорно-садо. Вы видите, здесь тоже здесь не нарисована зависимость энергии от угла, а от угла это значит, что это от импульса, в таком виде плюс. В камере дилуровов при 50 кельминов, это была самая первая работа, здесь 6-й год считается пионерской, если на неё всегда ссылаются. и даже при полной температуре уже было получено в галере-дрибах и в цинк по микрополостям. А как температуру помените? Граусы? Как температура? Креастат, ну как, почему там, это всё засовывает в группу везде вот такие же, всё равно креастат. Нет, температура в этой всей среды, а температура конденсат она соответствует? Я вопрос чуть не очень понимаю. Вот засовываем систему в холодильник, будет там такая температура, какую мы хотим. А если туда горячую железку засунуть, она не успеет постыть. Да что? Температуры разные. Как энергии померить, имеешь в виду? Я потом попробую. Хорошо. Где этим вообще? Этим занимаюсь много где. Значит, две основные группы. эта группа во Франции есть экспериментальная, потому что очень важно, что нужно вырастить эти зеркала. Они же как-то напыляют там, изнеклотовые ямы, это всё очень непросто. В основном, группа там одна во Франции экспериментальная по Париже и одна, и есть группа в Америке. И они между собой, естественно. В принципе, а теоретики сидят много где. Теоретики сидят и в Кринбридже, и в Шепилде, и в той же Франции. И в Америке есть теоретики в Вене России или этих или иных. В России таких экспериментов нет. Просто потому, что средства вот этого роста этих микроструктур, а эта структура просто не развита у нас. Вот. Эти эксперименты уже с полетонами показаны на этом слайде. Значит, здесь сделана ловушка, то есть на эту микрополосу еще и далили иглой микроскопа. И получается, что там образовывается эффективный гармонический потенциал, а если систему двумерную засунуть в какую-то ловушку, то она будет конденсироваться более, скажем так, ей будет конденсироваться легче. Почему? Потому что, вообще говоря, если система протяженная и даже бесконечная, то в двумерной базоэконсации запрещена. Есть такая теорема, это можно прочитать. Но если система это ограничено в пространстве, то тогда базоэконсация разрешена, вот я наблюдал в 2000 году. Значит, после этого мы наблюдали различные всякие явления. Вот, например, объявлялись сверхтекущиеся. Когда капли этой более тонной жидкости, вот здесь помещена какой-то дефект, точнее, не то, что не помещен, а просто в микрополсе вообще есть дефекты, ну, естественно, образующиеся. И она, поскольку ее образуют при каком-то импульсе, ну, то есть у нее есть, значит, какая-то скорость. И она протекает через дефект совершенно без изменений. В принципе, у меня там есть видео, я могу потом просто показать, как она это делает. Вот, значит, наблюдали вихри. Вот, эта картинка относится к вихрям. Значит, что это такое? Если вы возьмете просто какой-нибудь интерферометр Маккельсона, допустим, и будете смотреть, накладывать две картинки, вы должны получить две картинки от прямого луча, который прошел как через что-то. Вы должны получить интерферограмму, так называемую, то есть, вот эти вот полосочки интерференцию. Но если вы увидите здесь, что есть вилка, я не знаю, видно здесь или нет, вот здесь две черные линии, а дальше одна черная линия. Это будет означать, что есть какой-то дефект именно в фазе. То есть, фаза, грубо говоря, при обходе вокруг этой точки, вот здесь нарисована, изменилась на 2пи. Это называется вихрём. И здесь вот показан эксперимент с образованием солитонов. Солитон – это просто некий провал плотности, и у него фаза переходит с одной стороны на другую, меняется на пи. Здесь тоже на этой программе это видно. Белый-черный переход. Значит, фаза меняется на пи. Если фаза с нуля на 2пи поменяется, то просто две черные в одну черную сливаются полосочки. Ну, два минимума, в один минимум. А здесь, видите, белое с черным сливается. Значит, здесь скажу фазу пи. Теперь, как стандартно вообще эту систему описывать? Два пути есть. Если рассматривать с точки зрения хромализованного конечного пантования, вы должны записать гамальтониан-фотонов, гамальтониан-оксетонов. Этот член отвечает к резонансному превращению, то есть, когда один исчез, другой появился, значит, это оксетонное взаимодействие. Ну, понятно, что вот эти члены, их можно диагонализовать. И эта операция диагонализации называется преобразованием Кокфолда. То есть, можно свести вот эти четыре слогамера к сумме двух слогамер, где будут стоять уже операторы рождения нижнего верхнего панельтона вместо операторов рождения фотонных ксетонов. Соответственно, это будет унитарное преобразование, в целом эти называются преобразования Кокфолда. И вот эти x2, c2, они отвечают доле фотонов, ну, и ксетонов в полиэритоне. То есть, вероятность, с которой, если вы будете этот полиэритон доставать из ящика, он окажется либо фотоном, либо ксетоном. Ну, есть проблема, потому что есть еще члены взаимодействия, ему диагнозировать нельзя. Значит, либо можно, когда приобрели применение образования Бугалюбова, либо есть другой путь, который вообще-то все и пользуются для описания наблюдаемых эффектов. Это записатель не просто Питаревского. Оно записывается в предположении, что почти все частицы в конденсате находятся. То есть, что температура настолько низкая, что они за счет температуры не вымываются с конденсата, и что взаимодействие между ними тоже не настолько сильное, что они из-за их взаимодействия туда вылетали. То есть, поэтому тогда мы можем новую функцию как бы просто заменить на некую усредненную, оператор Пси заменить на некую усредненную функцию Пси для нижних панельтонов. Записать в рамину просто Питаревского, это член отвечает взаимодействию. И уже, если мы хотим исследовать какие-то эффекты, прибавить сюда потенциал, там, допустим, внешний, тоже гравоническую ловушку, хотим учесть, если какую-то лазерную накачку, которая, вообще-то, бывает, должна постоянно присутствовать, потому что иначе, если частицы вылетят, просто рано или поздно застольте, там фотоны в полости, и все. А чтобы там было постоянно какое-то число частиц, нужно постоянно накачивать, потому что часть вылетела, а вы должны много добавить. Моглазерная накачка это резонансная накачка, когда вы накачите именно то состояние с этим К, с этой энергией, которое вам нужно. Либо можно нерезонансную накачку, это когда, я с такими стрелочками что-то показывала, это, значит, таким видом описывается приход частиц из более дальних состояний. Вот. И, естественно, здесь предполагается, что верхняя полетонная ветвь вообще не заселена, потому что иначе какой же это возоконденсат? Возоконденсат это когда у нас заселено нижнее энергетическое состояние. Значит, а что потом делать, чтобы описывать все эти вихли и тому подобное штуки? Значит, надо подставить главную функцию в виде двухконексплотности на фазном множитель, написать равнение непрерывности и уже искать те решения, которые нам нужны. Но, конкретно сейчас я уже буду переходить к тому, что мы делаем с моим научным руководителем. Значит, мы предлагаем делать не так. Обвернуться все-таки к формализму окситона и фотона. То есть записывать вместо главной функции кларитона две главной функции фотона и окситона. Тогда мы получим два уравнения вместо одного. Это уравнение типа Гросс-Питаяцинга. На самом деле верхний это уравняет Средингера, а нижний это уравнение Гросс-Питаяцинга. Почему? Потому что фотона не взаимодействует. У них не может быть этого члена вещества. Но и отличаются они тем, что у них вставлены здесь члены отвечающие при ходу превращение частиц одного типа в частицы другого типа. И уже на это уравнение мы будем подставлять соответственно все, что нам нужно. Накачку какую-то можно подставлять потенциал. Это зависит от того, какую задачу мы будем решать. Ну вот, например, вихри. Одна из задачи, которая была рассмотрена, это вихри. Написывается система такая без всяких внешних потенциалов, без накачки, без ничего. Подставляем у нас функции декольность плотности на фазу и получаем уже два уровня непрерывности. Это мы сейчас еще пока ничего не получили. Ввели плотность ворока в поддонах и оксидонах. Получается уже такая огромная система. На самом деле постараюсь побыстрее пролистать до картинок, потому что довольно много это страшно. Получается два уровня непрерывности для глупых насадок. музей, кстати, сразу видишь, что если их сложить... А? Все быстрее стоишь, ты быстрее принимаешься. Нет, ну, смысл же просто показать, какой результат получается, и обсудить результат на картинке, а не как эти формулы выводить. рассказывай, что даже понятно, что это. Я пойму, что это честно, что это... А, ну ладно, я тогда не буду там ускоряться. Значит, получается, что мы записываем у нас уже как-то из два потока частиц. которые в импульсном пространстве связаны. То есть импульс МВ одного равно МВ другого. Но при этом в координатном пространстве и во времени они не могут вести себя как угодно. Ну, во времени это я, пожалуй, забыла. Ну, вот если мы эти два уровня не сложим, ну, видно, что правая часть уничтожится и получится в общем же уровня и уровня для всего. Либо, если я хочу потребовать, чтобы у меня вообще было стационарно все, чтобы у меня МВС не менялось, и никакого потока фотонов не было, тогда получится, что вот я должна симус приорвнять нулю, и у меня относительная фаза двух конденсатов должна равняться нулю или Пи. Ну, на самом деле можно показать, что для нижней нижней преликтонной ветви соответствует разности фаз равной Пи в этих полновых функциях. То есть все СЕ это вот фазы, они стоят в фотонной полновой функции и в сетонной полновой функции. Ну, а вот эти два уравнения, это уравнение, грубо говоря, типа уравнения вернули для потоков. Единственное, они отличаются тем, что здесь стоит градиент плотности, да, но он на самом деле тоже в каких-то случаях мало, ну, чтобы искать вихри, а вихри это стационарное решение уравнения просто видаельства, ну, и просто на самом деле я возвращаюсь, что нужно сделать? Поставить умную функцию стационарного уровнения вот в таком вот сюда поставить, ну, в эти уравнения. Тогда понятно, что временная производная даст нам просто множить вену минус влю и экспонент временная сократится. Остается два таких вот уравнения, в которых время уже не входит. Ну, и видно, что эта система, она вообще говоря, не то, что это видно, это понятно, что она допускает различные решения. Я могу искать здесь в принципе все что угодно. Могу искать электривое решение, могу искать вообще однородное решение. Понятно, что 0,0,0, например, тоже будет ориентом уравнению. И для начала что значит найти однородное решение? Значит, перенебречь все эти производные, поскольку производная от однородного будет равна нулё. И тогда мы найдем, что плодность кситома конденсатора, ну просто я вот отсюда выкину, огнепреченную связь в это уравнение получается плодность конденсатора. Это та плодность, которую должен иметь конденсат. В случае, даже если у меня есть что угодно в системе, но если я уйду на большое расстояние, у меня должно все выходить на это значение, потому что на бесконечности все должно выходить на константу. Отсюда получается видно, что плодность положительная, поэтому эта скобка должна быть больше нуля. Получается ограничение на химический потенциал. Автоматично. Что такое вихревые решения? Вихревые решения это решение вот такого вида, когда, может быть, я не знаю, а можно их словать, когда я включу слайдик? Будет их словать? Значит, у меня должна быть цилиндрическая симметрия, вот если у меня угодно где. Значит, у меня должна быть цилиндрическая симметрия при обходе вокруг АССЗ. Это достигается тем, что вот здесь стоит в С это целое число. Значит, если я войду вокруг АССЗ, то у меня просто фаза поменяется на 2пи. Здесь я, видите, поставила такую же фазу для второго моего функции, но поставила разность фаз пи, потому что мы нашли на предыдущем слайде, что она должна быть пи в сценарийном случае. Это плотности, которые определяются именно этим значением на бесконечности, которое уже найдено. А это некие функции, которые должны соответственно выходить на единицу. Раз я плотность вынесла уже за скобку, то эти хи и кси должны выходить на единицу. И вопрос в том, что у вас здесь стоит за некое кси? А кси это длина залечивания вихря, то есть именно тот масштаб, на котором вихрь, вот широкий, вот вообще-то вихрь, это право плотности. Вот вокруг АССЗ, если вы от 0 или адресуете вот эту новую функцию, она здесь имеет 0 значения, а она здесь константа, единица. Вот. И тот масштаб, на котором это происходит, это кси, называется длина залечивания. И определяется он, как раз, с условием мал сети двух производных. То есть я должна, ну что, написать? h2 на 2mx2 на 2m2 и сравнить его с другим членом уравнения, чтобы найти этот масштаб. Ну и видишь, что члены уравнения у меня разные? И массы, вообще-то говоря, у меня разные. Если я буду искать, здесь что я должна сравнивать где-то членом? Должна сравнивать со вторым, потому что здесь у меня стоит функция кси, с функцией химии сравнивать бессмысленно. Значит, этот член сравниваю с этим, ну и сразу получаю выражение для этого масштаба, на котором производная мала. А здесь, как бы, я сравниваю с кубическим членом и получаю любое выражение, ну, наоборот, я не туда показываю, значит, вот это для первого уравнения, а вот это для второго уравнения. Ну, видно, что вообще-то масса кситона, она, значит, в порядке больше массы спотона, а значит, а там стоит корень из массы, значит, вот эта штука в сто раз меньше, чем вот эта. То есть, у меня вихрь, который вообще-то вихрь полиолетонов, это один вихрь, полиолетоны, это же, как бы, как я сказала, это частицы, как бы уже новые. Он вообще-то состоит из двух компонентов. Каких компонентов? Вот если построим, сейчас я нарисую картинку, если мы построим отношения к гензоличьимуне, а это некий параметр, он для удобства введен, он просто зависит от, сейчас я вам покажу, вот видите, у нас химпотенциал меняется в таких пределах. Поэтому, и здесь, и здесь стоит вот это отношение, h омега на e0-μ, на 2 e0-μ, да? И если висит такой параметр, он меняется от 0 до 1, и построить от него, то есть фактически от химпотенциала, а химпотенциал это число частиц в системе, построить от него отношение вот этих гензоличьим двух разных конденсатов, то получается, что они для всех значений а от 0 до 1. посмотрите, здесь 0,8, оно все еще 0,02, то есть для всех значений оно очень-очень большое, то есть фотонная, фотонная, здесь на породочке, у меня построена, экспорта на фотонную, да? Фотонный этот масштаб, он гораздо больше, чем экситомный масштаб, кроме значения, когда а, р, ну и единица, когда весло, растет здесь в бесконечности. Но что такое а, р, ну и единица? а, ну и единица, значит, мю вот это вот, минимальное, значит, 0 частиц в системе, 0 частиц в системе, нет, такого просто не бывает, то есть вообще говоря, мы должны, это предсказание, оно откуда взялось, просто в сравнении членов уравнения, да? Мы предсказываем, что длины залечивания двух компонентов этого полиэтонного конденсата должны быть сильно разные, то есть что мы должны получить? Это какой-то вот такой вот вихрь, да? То есть что это такое? Здесь провал плотности, а здесь, грубо говоря, вот эти частицы у нас находятся, внутри вот этого вихря fotонный, а это вихрь экситомный, вот, где у меня тут важно рисовано. Получается, что, так сказать, вообще-то, вот что наблюдается на эксперименте, когда наблюдают полиэтонный? Они же что наблюдают? Они же наблюдают люминесцензию из полости, значит, они наблюдают фотонный, значит, в эксперименте наблюдается вот этот вот львьр, и все, что они публикуют в этих статьях, это вот этот вот вихрь, но на самом деле внутри него очень куча экситонов. Вот такое предсказание. Потом мы уже решаем систему численно, точно, без всяких пренебрежений. Значит, ну тут опять же куча всяких формул. И мы разбиваем, как выбираем, на масштабах. Может ответить? Значит, если рассмотреть систему на масштабе R, R меньше чем экситоны, получается такая система, на нее, как бы, здесь все будет размедлено. Да, вот. Если рассмотреть на фотонном масштабе, то есть R много больше экситонных вихрян, которые в гусике было нарисовано на следующем слайде, то получается система равнить другого вида. И если мы станем их решать, вот, например, на экситонной системе, вот видно, что t-шлем, он, в общем, 10-4, поэтому t-шлем можно выделить. И получается довольно-таки несложное дифференциальное уравнение, где можно найти просто подстановку в степенном виде, да, поставим t-шлем, не альфа, найдем, что на малых этих это, оно должно быть линейным. Факонная нормальная функция. На средних расстояниях уже можно пренебречь вот этими штуками, вот этими производными. Почему? Потому что, если мы отошли от экситонового вида, то мы уже решили для экситонов на вот эту константу, где производные не играет роль. Тогда получается уравнение кубическое, правда. Ну, я думаю, сложно его решать, конечно. Но и можно сделать приближение некое, которое позволяет получить точный ответ в виде функции беседы. Здесь я не привожу теоретические картинки, потому что, на самом деле, они получаются не очень точно. Почему? Вот если я здесь же сделаю приближение. Какое приближение? То, что, вот, все-таки мне хотел нарисовать. Это f-хи, она же должна выходить на единицу. И я говорю, что вот эта вот f-хи, она отличается от единицы на какое-то дельта. И это дельта мало. И тогда я вместо f-кубе могу поставить 1-3 дельта просто. 1-3 дельта. И тогда у меня все-таки легко решается. Но потом, если это построить, оказывается, что на самом деле это дельта, оно вовсе не до всех значений параметров мало. Поэтому я не стала вот в картинках приводить, а вот численные результаты. Численные результаты решения вот этих вот систем, вот этих двух систем уже без всяких приближений. И тут для разных параметров идет. Вот видите, для параметра, когда а большое близко к единице, значит, плотность частичь мала. Мы видим, что вообще, говорят, предсказание не выполняется. То есть длины вот этих вот залечиваний, они близки. Это значит, что, когда вот мы сравнивали эти члены, я же выбирала для эксцитонов этот кубический член. А это на самом деле неверно, когда частичь мало. Это значит, что взаимодействие между ними вообще как бы не играет никакой роли. Хи в кубе много меньше, чем хи. Значит, это неверно. Но если мы хим потенциал повышаем, так как число частичь повышаем в системе, то, видите, они начинают расходиться. А если мы возьмем большое число частичей системы, то тут вообще... Вот, эксцитонный вихрь уже, видите, стоим, выговоря, а одна единица вышла, а фотона еще только на 0,8. Тут видно, что здесь выполняется это рассказание для большого числа частичей. Но это еще не все. Наша функция, на самом деле, это плотность, корень из плотности умножить на f. Значит, если я плотность фотонфиксированного стану строить, то это будет плотность на f квадрат. Если плотности, то они тоже не равны между собой. Они равны квадрату их отношениями. И вот если построить... Ну, это для каких-то средних. Понятно, что для А0.1 будет еще больше эффект. Что значит больше эффекта? Значит, что еще сильнее будет разница. n-хи будет пониже, m-хи будет повыше. И у нас внутри этого вихря, который наблюдается на эксперименте, то есть наблюдается на эксперименте черной линии, это фотонная плотность. Вообще говоря, есть икситоны, которые никто не видит. Так называемые темные. Икситоны темные, значит, что они не наблюдаются в виде вылетающих оконок. Но наверно их можно как-то наблюдать. Это как бы новый эффект подсказанный. Только недавно опубликовали, но еще это никто не делает. Как можно было бы наблюдать икситоны? Какое-нибудь вращение герокомпании, например, можно. Если туда посветить. В общем, не знаю, это в одном. Значит, другая задача, которую я хотела осветить, это задача в зависимости от времени. Значит, те же самые уравнения, но я уже учитываю, что у меня частицы в систему приходят и частицы в систему уходят. И я записываю вот эти уже временные наши уравнения с этими, значит, членами. Это утечка частиц с минусом стоит. Здесь утечка фотон. Уход из полок и вылет из зеркала. Значит, здесь у меня приход икситонов за счет рассеяния из более высоких состояний и уход в икситоны. Значит, это то же самое, только без размера. Выставляю в том же самом виде. И опять получается у меня огромная система уже с зависимостью от времени. Но здесь я хочу искать зависимость от времени и не учитывать зависимость от координата. То есть, я считаю, что у меня компенсация однородная. Поэтому я все пространственные производные просто выбрасываю. И тогда, значит, получается более простая система, как вы видите. Но тем не менее, конечно, она не такая уж и простая. А как вот эти четыре уравнения получатся? Почему четыре, а не два? Ну, кто следит? Вот было два. Подставим в таком виде. Получилось четыре. Там комплексные еще. Правильно. Подставим, разделим комплексными ими участки. Приравнули. К каждому уравнению были члены с и и без и. Приравняли те, которые си, и те, которые без и. Хорошо. Значит, вначале рассмотрим попроще. Выкинем все эти накачки и утечки. Рассмотрим систему с постоянным числом частиц. Эта система, получается, на самом деле, несложная. Несмотря на то, что она выглядит крупно. Значит, видно сразу, что если первый и третий сложить, мы получим условие сохранения числа частиц. И опять же, мы получим, если мы захотим найти стационарное состояние, то мы получим, что разность фазы равняется i либо 0. И теперь делаем замену переменных. s это будет относительная фаза, а r это будет у меня вот такая, n х минус n psi пополам. То есть, что это такое? Это если у меня полное число частиц, допустим, n. И, значит, есть какой-то n х и есть какой-то n psi. И это ρ фактически означает отклонение вот этого n psi от n пополам. То есть, насколько оно от n пополам отошло. Либо вот этих больше, либо этих больше. И вот это и есть ρ. Это сдвиг от n пополам в каждой плотности. Ну, в одной плотности это сдвиг в меньшую сторону, а в другую большую. Потому что, естественно, в сумме-то они и должны отдавать. Подставляем. Тогда получается система с двух уравнений, которая является автономной системой с гамминтиняном, независимой от времени. И поэтому система сразу, можно сказать, совершает финитное движение вокруг каких-то положений равновесия. Вот я сейчас ее нарисую. Вот видите, построил этот гамминтинян в зависимости от роя s к фазам пространства. И у меня есть минимум-максимум, два положения равновесия. Минимум соответствует t равной π, максимум соответствует t равной 0. Вот здесь нарисовано. И понятно, что вот система таким пророчком как бы выходит в зависимости от своей энергии. Но это точное решение уравнений. Он может получить, но на самом деле, если взаимодействие не выбрасывать, она куда-то вдруг решается. А если взаимодействие выбросить, это пренебречь g, то можно получить прям ответ. Ну, если графики s от t и ρ от t нарисовать, а, нет, прежде чем нарисовать графики, сделаем следующее. Значит, в этих уравнениях разложим их в окрестностях положение равновесия, чтобы получить, ну, малое колебание, уравнение г-колебаний. Тогда можно получить уравнение г-манических колебаний для обеих переменных, из которых будет частота сразу получаться и их положение равновесия. То есть, как вы видите, ρ на самом деле, положение равновесия ρ, но не ρ нулю, то есть положение, отношение числа частиц фотонов и оксидонов не одинаковых, ни 1,5, ни 1,5, а на самом деле им больше, кого-то больше. И если мы будем говорить о нижней плелетонной ветви, то этот знак соответствует минус, этот нижний. Нижний знак соответствует нижней плелетонной ветви. то мы видим, что, ну, из определения ρ следует, вот определение ρ, где бы было. Вот. n-хи минус m-си. Это значит, что если у меня там отрицательное положение равновесия, значит, у меня фотонов всегда больше. n-хи минус m-си равновесие. Меньше нуля, отрицательное. Значит, фотонов в системе всегда больше. Это объясняется, конечно, на личной взаимодействии. Вот, если взаимодействия не было, всё было бы пополам, ровно. Ну, вот, это, значит, нарисована картиночка вот этих фазовых траекторий. Это кривая совмещенность от времени. Ну, синус, ну и синус. Тут очень интересно. Видно, что сбег по фазе эти колебания равны при на дому. Да. Частота вот эта, если в размер не днис перевести, равна частоте ρ, без поправки взаимодействия. Ну, а теперь, конечно, мы должны это применить для более сложных систем. где есть уже у нас приход и ход частиц. Соответственно, у нас уже здесь не сохраняется n, d, d, t, n, 0, 0. И получается там три переменных. Полное число частиц. Вот эта вот разность плотностей. И ещё вот это синус и схит, которое, кстати, тут введено, причём отличие от систем. И вот третья переменная та же самая. То есть эти две переменные у нас уже были в предыдущем случае. это новая треть переменная, поскольку главное стало переменным числом частиц. Получается, соответственно, уравнение системы из трёх уравнений. И опять я хочу получить, что же будет у меня с сравнением колебаний вокруг положения равновесия. Я предполагаю, что понятно, что если мы на каждую утечку, то есть возмущение, устремим к нулю, то я должна получить предыдущей кучей. Поэтому я предполагаю, что у меня это колебания будет вокруг тех же положения равновесия. На самом деле окажется, что это не так. Значит, если всё разложить, значит что разложить? Корни, разложить синус и косинус разложить для Тейлора, и при нервниче всеми квадратичными членами, получится вот такое вот уравнение колебаний для плотности, в котором, ну, видно, что вы равняете слухающее колебание, да, во-первых. А во-вторых, оно на самом деле не только слухающее, оно ещё и вынужденное. Почему? Потому что вот это N, оно зависит от времени. Значит, здесь стоят вылуждающие силы. Здесь стоят коэффициент слухания, здесь стоят, собственно, чистота, и они как бы уже другие. Тут есть поправки за счёт Тейлора, за счёт махачек частиц. Положение равновесия вот тоже смещается. Можно посчитать чистоту колебаний, можно доходность посчитать. Вот это уже переведено размер на единицы. А это СТ все н, это зависит от времени. Да, здесь N – это зависит от времени. Ну, понятно, что это как-то странно выглядит, ЧТ� это зависит от времени, Значит, если эту систему О, что-то у меня тут портал. А! Эта СТ все уравнения и СТ все уравнение для С . То есть я могу, у меня же две перемении, на самом деле еще и для . Если U здесь не выписано, потому что оно вообще причёно на три struckك Значит, если я уравнение колебаний для фазы, получу таким же образом разложение, установка одно-другое, то я вижу, что у меня вообще другие здесь, как бы эксцент с бухлами другой для фазы. Частота вот другая уже по сравнению с частотой для плотности, и положение равновесия тоже все сбегается. Так вот, если вот эти три уравнения, которые были на предыдущем слайде в общем виде, если их усреднить по быстро меняющейся переменам, по углу, допустим, то можно получить, что, ну, несложно совсем получить после усреднения, потому что там все интегралы, которые содержат взаимодействие, просто замуляются, там какие-нибудь синусы в кубе там получается, и они все равно нулют. Можно получить, что полное число частиц со временем стремится к некому вот такому параметру, который определяется накачкой-утечкой. Гамма фиктивная — это гамма минус гаппа, то есть это накачка эксцентра минус утечка фотомов. И поэтому, вообще говоря, с течением времени это все превращается в константы. Но вот видишь, что если, вообще говоря, вот это N сюда поставить, то вот эта скоба вообще станет равна нулю. И рост стремится формально к тому же самому выражению, что и раньше. Но на самом деле не к тому же, потому что N изменилось. Значит, и теперь если строить картинки, мы уже решали точную систему уравнений. Ну, здесь показано, почему если поставить это N на T уже вот сюда, вот это большое-большое выражение, то получится, что S стремится, ну, если вокруг пи, колебания у нас только вот этой величине, он и не пи, а стремится к некой величине сдвинутой за счет утечки. Капа — это утечка. Если вокруг нуля колебания рассматривать, то сдвинуты в другую сторону. 0 минус 2 капа наши имеют. Но еще стоит отметить, что я и сказала, что когда появляется накачка-утечка, у нас оба положения равновесия, и 0 пи становятся устойчивыми. Ну, это просто численное решение это дает. И теперь, значит, решение уравнений точное для различных значений параметров. Синенький, вот здесь показан T тавальчик, который был в той задаче, где было постоянное число частиц на плоскости и срок. И теперь я включаю маленькую утечку, а вот это можно как-то выбирать? Можно перетащить, куда-нибудь перетащить ее просто, наверх, например. Значит, маленькая утечка, нет, накачка. Одна — это накачка, два — малая — это накачка. Эта утечка подонок, а эта утечка пистонок. То есть я беру малую накачку, но добавлю сильно утечку и вижу, что у меня... Система сходится к какому-то фокусу, и видно, что фокусу не пи, потому что пи, блин, 3.14, где-то он здесь. И я вот развертку во времени строю, число частиц... Так, чего у меня появляется? Ничего? Кликнуть надо, наверное, на саму опуску. Наверное, не из-за того, что я уже буду переплащивать. Значит, число частиц стремится... Не, наверное, мышку кликнуть один раз, переключить, вот активировать саму. На слайд приведи мышку, кликни разок. Так? По идее, переключи слайд, попробуй. Нет, я все-таки верну. Ну тогда хватит включить. Так, а, ничего не хочется. Давайте так. Значит, у меня... Попробуйте. Значит, у меня эти штуки все предсказаны усреднением, аналитически. Вот эти вот все выражения... К чему должно стремиться? Предсказаны аналитически. А вот эти вот графики построены численно из творческого решения. Ну, видно, что... Когда на качестве маленькой точкой сильно, очевидно, что число частиц убывает. Да? И стремиться именно к тому значению, которое как бы посчитано. Здесь... Ну, собственно, тут тоже комментировать нечего. Все стремится к черному пунктиру, да? А вот этим красным и желтым нарисованы... Знаете что? Вот видите, у меня здесь положение равновесия. Соответствующий колебанием вокруг нуля, верхний знак и колебания вокруг пи, это нижний знак. Ну, вот здесь я это рисую. С этим бардовеньким это соответствующее venture. То есть я рисую правую часть уравнения. Для моего положения равновесия, вокруг нуля, вокруг пи. И вот видно, что функтирчик, когда это отвечает колебания вокруг нуля и положение равновесия к нему исходится, потому что этот функтирчик стремится к черной линии, пошли аналитическими. Для фазы сдвиг у меня π плюс 2 капа, капа — это утечка. Теперь я возьму и при той же самой унофальчике утечку сделаю малой. И вы видите, получается другая картинка, вообще говоря, у меня система начинает растащиваться. То есть она уже не просто задухает, а она уже превращается в другой режим, и она всё ещё стремится к тем же самым значениям, но видно, что уже тут задухание гораздо медленнее. Задухание роз здесь вообще не видно, это масштабно, но оно просто задухает медленнее, у него другая частота. Другой экстенцией задухания просто медленнее задухает. Почему на каждой японской стиле не пересекаются? Ну, какие? Ну, вначале так, потом так. Это же одна и та же траектория. Синяя — это то, что было бы, если бы не было накачки утечки. Постоянное число частиц. Теперь я начинаю с такой точки, вот отсюда вроде бы, там у меня с этой стороны начальные условия были языки. Ну вот, и она, что же пересекается? Это же одна и та же частик, ну, грубо говоря, один тоже полиэртон. В одной траектории вот это... Это не динамическая система? Динамическая. Просто с точки пересечения получается, что она может и так начать, или и так? Да нет, это одна траектория. То есть она вначале ходила по такому овальчику, потом стала ходить вот так, вот так, вот так, вот так. Она уже забыла, что было раньше. Это же во времени нарисовано. Теперь большую накачку делаю. Вот сделаю три. Ну, на самом деле, я ее еще для других значений не строила, но для трех хорошо видно. Уже совсем большая. И тут перед вами, вообще говоря, очень сильно отличается от того, что было, когда была система МНМ составлена на число частиц. Начинаются какие-то жуткие совершенно, не пойми что. И сходится это вообще для другого какого-то фокуса. Значит, выше π это видно, и смещено в минус относительно нуля по ρ. Вот здесь построены те же самые функции. Значит, ну, здесь, на самом деле, легко проследить, что все эти колебания соответствуют тому, что здесь нарисовано. Но здесь, вот вы видите, у меня что получается. Правая часть — уравнение для ρ, которое соответствует колебаниям вокруг точки π. На самом деле, как система выбирает точку колебаний? Зависит от начальных условий. Если я задам ей начальное условие около π, она будет вокруг π колебаться. Если задам ей начальное условие округ нуля, она будет округ 0 колебаться. Поэтому, связи от начальных условий. Значит, здесь я должна смотреть на вот эту вот желтенькую функцированную кривую. Вы видите, что на самом деле тут уже есть какое-то расхождение тем, что, хотя нет, тут черным построен все-таки теоретическое значение, система к нему сходится, но правая часть не сходится в таком положении равновесия, что занятно. Да. И здесь уже тоже появляется какой-то сдвиг от теоретически-пощительного значения. Здесь все по-прежнему сходится куда надо. А если я при этом еще и накачку уменьшу, то у меня наблюдается очень интересное нечто. Видите, у меня есть положение равновесия. Я создала в начале условия около точки С равной Пи, а система взяла и ушла колебаться вокруг 628 это ноль. 2Пи соответствует нулю, это одно и то же. То есть, вот если вспомнить, то тут картинка Гоментиньян, который имел новое положение равновесия, но после включения накачки утечки она как-то изменилась, но если у вас положение равновесия ставится, у меня система из одного минимума перескочила в другой минимум, при том, когда у меня маленькая утечка и большая накачка. То есть вообще другой режим. И видно, что на самом деле это происходит за счет взаимодействия, когда очень много частиц. Видно, что уже все положения равновесия сдвигаются, кроме относительной фазы. Относительная фаза все очень сходится к тому же самому предсказанному теоретически. На самом деле, вот здесь на этом результативный слайд последний, здесь выводы. Ну, я не знаю, столько не засчитывать. Пожалуй, нет, потому что это еще раз повторение. Уполучены там частоты с такими поправками. Все, конец. О, хорошо. Сейчас вопросы можно? Конечно. Также, знаешь, такой эксперимент, где они, в принципе, проводятся, там они кидают в башню база конденсата и смотрят, и наблюдают его в микрогравитации, по сути. У них там происходит что-то типа три падения в сутки в хорошие дни, и они очень долго выбирают статистику. В принципе, есть построена одна башня, я забыл, где точно проводится эксперимент, но идея того, что это такая башня за метр сто или двести, и постоянно бросается капсула, огромная такая. По томатам, допустим. Да, по томатам. Вопрос, можно ли, в принципе, какие-то свойства дозы конденсата. Вот на этой системе, в принципе, гораздо легче, судя по столу, производить, опять же, исследовать. Может быть, и там достичь гораздо большей статистики получится, чтобы там не год взять. Бросать поляритом интерненсата? Ну, по сути. То есть, это резонанс по бриферу, в капсуле бросать? Да, чтобы смотреть его свободную, по сути, эволюцию. Ну, на каких-то временах, может быть, он достаточно короткий, но какие-то попытаться свойства изучать, просто не знаю. Ты знаешь? Я не знаю. Потому что мне кажется, что это непонятно как. Как это сделать? Должна же быть какая-то система, на самом деле, какой размер вот этого всего конденсата? Это микроны. Это 5 микрон, 10 микрон. Просто вопрос такой, да, возможно ли тут некое наблюдение свободной эволюции в условиях внешних полей. Соответственно, там они вот условия без гравитации, как обычный база конденсата в условиях гравитации у нас. Так они попытались его как-то, чтобы без гравитации смотреть, потому что там некоторые интересные свойства. Ну, и, соответственно, связано с этим вот опять же там. Ну, не знаю, может или нет, но здесь есть другая интересная вещь. Дело в том, что вот, в отличие от атомных конденсаторов, эта система отличается тем, что фотон вообще-то обладает поляризацией. То есть, он может быть там по кругу поляризован или как-то. И поэтому у этих поляритонов там может быть какой-то спин, ну, то есть какая-то поляризация, соответственно. А у атомов такого нет. И здесь можно наблюдаться совершенно занятные какие-то вещи, когда, например, конденсируется только одна компонент поляризации. Или пихарь образуется только в одной компоненте, а в другой компоненте, если померить, вообще не в его уехаре. Ну, то есть здесь интересно, на самом деле, в чем-то другом. Вот. А еще, соответственно, вопрос. Вот начальное распределение конденсаторов, в принципе, тут можно, ну, насколько сложно, любой производительной формы создавать? Опять же, для изучения гравитации. Экспериментально. Да, да. То есть обычно, ну, как атомные газеты, конденсация, там простейшая, тут пора была перевернута, да, у нас такая. Ну, самая такая простая форма его, классическая. Вот если там некий поляр, потенциал прикладывать, может получить там квадратичный, соответственно, четвертый степень гравитации. Мне кажется, здесь скорее гауссов. Ну, это сложно. Нет. Возможно ли задавать эту форму достаточно? Потому что накачиваем. Наша лазерная накачка, она имеет, ну, какой-то профиль гауссов. Ну, как он конденсирует? То есть нет, а вот кроме, соответственно, я и говорю, что если у нас обычный лазер, попытаться в нем создавать, соответственно, разные профили, это же может быть проще будет, чем в одном. Форма конденсатора, она не зависит от лазера. Форма конденсатора зависит от того, либо ты предложил какие-то граничные условия, какой-то дилектрический конденсатор зависит от соответствующего. Да, но я думаю, что здесь это проще, потому что эксперимент на атоме, там достаточно сложно создавать что-то, кроме параболки. Еще раз повторяю, здесь от лазера ничего не зависит. Соответственно, как геометрия, можно взять и сделать геометрию микрополосы, сделать какой-нибудь меняющийся LTR для резонатора. Тогда, а L куда входит? L входит в массу фотона. Тогда получится, что масса зависит от расстояния. Далеко назад листать, но для массы фотона, если выражение найти, оно зависит от L, полости. Просто, соответственно, если, опять же, создавать форму начального конденсата, с которым локация временная изучается, то очень интересно практическое применение возможное, например, в факторизации чисел без всяких квантовых компьютеров. Ну, здесь, да, конечно, самое большое ожидание от всего этого, это применение всякой параболизации. Да, потому что в атоме там очень долго. Во-первых, сложно создать форму, в которой хорошую факторизацию получает степень, желательно четвертая степень, шестая и так далее. Если здесь это гораздо проще создавать эти факторизм, повторяемость, то это очень интересно. Факторизация чисел на таком, если достичь больше, чем на том, но там, по-моему, 15. Вообще, я знаю, что люди занимаются. Есть люди, которые занимаются всякими, типа, элитонные кубиты, там что-нибудь там будут делать. Ну, это понятно уже, да, отношения вот это. Ну, просто я не владею, что сказать. Хорошо, мне просто надо. Можно сделать здоровую штуку в радиодиапазоне? Здоровую? Если такой кристалл вырастить, да еще и как статистик. Чтобы не только при комнатной температуре. Ну, это должны быть очень хорошие зеркала. Мне кажется, таких зеркал просто еще не делают. В принципе, радиодиапазоны это металлические, вполне сетки. Может быть, наоборот, даже легче будет, чем оптические. Другой вопрос. Насколько там хорошо из них будет получаться? Смотрите, как образуется эта, грубо говоря, эта штука. Надо бы отлисать до самого начала. Базоконденсат в рамках Земли, Кси, размер, да? Нет, ну, смотрите, мы светим, сюда же мы лазером светим. И у нас фотоны эти, они вот в этом области лазерной накачки заключены. Ну, как вы сделаете, как вы желаете пятно накачки, вы сделаете это большое, глицаметровое? Оно имеет размер 3 микрометра или там 5 микрометра или 10 лошадь максимум. Единственное, что я знаю, что как вот… Нет, а почему он такой маленький? Там же не нужна большая интенсивность. Это же не какой-то там эффект, где нужно поглощение большого числа фотонов. У тебя один фотон… Ну, здрасте. Нам же нужно получить, чтобы все вот это работает. Это все работает только в области малых импульсов. А, нет, вы мне не отвечали. Нет, ну размер с лазером на пятна не обязательно такой. Я узнаю, что были эксперименты, когда светили, потому что светили там под каким-то углом, соответственно, создавали какой-то импульс, да, этим частицам. И вот он… Ну, это, правда, делали на микро… Как это? Макро вирус? Ну, на таких, короче, которые не только вот так обрезаны, но еще и так обрезаны. И вот светит, а оно начинает быстро распространяться. И вот он говорит, что вот сверхтекучесть, сверхтекучесть. А то, что его посветили в одном месте, можно наблюдать в другом. Это да. А то, чтобы у вас была пространство когенетов на масштабах там километра, я такого не встречала. Мне кажется, это связано исключительно с возможностями роста этих структур. Потому что нужно очень хороший микро-голос, на самом-то масштабе сделать. Да. Вопросы бы убрать в диапазоне, где, возможно, это проще. Я не могу сказать. Не знаю. Надо читать статьи. Понятно. Ну, это занятка, занятка, конечно. А вот эффективная масса, она… Конвенционная боль будет зависеть от массы или… Ну, а что вы здесь называете конвенционной болью? Ну, расскажите. Ну, симпатяруйся, допустим. Она никакого взаимодействия с этими не имеет. Там нету членов взаимодействия. Эта масса, она именно эффективная. Конечно. Цветочный боль будет? Нет, конечно. Это не гравитационная масса. Это именно просто аппроксимация, закон дисперсии с параболой и все. В общем, такой вопрос. Мы считаем конденсат однородным по пространству, выкидывая там производные уравнения. Последняя задача, да? Да. Последняя. Расчеты численные, а не с учетом неоднородности проводить? Нет. Это все чисто теоретически. Значит, считаем, что все идеально, что там время жизни бесконечное и так далее. Вот. Что-то можно учесть. Просто это гораздо сложнее. Я не могла так поступать. Скажу так. Он же живет конечное время. Да. Безусловно. Я согласна с этим. Но, опять же, надо решать, чтобы учитывать все Элла Класяна. Ну, просто это сложно. Ему это надо сделать еще не сделанным образом. Надо с чего-то начать. И хотелось получить. Да. Ну, это нужно какое-то новое приближение. Конечно. Хорошо. А вот ожидается ли, что картина качественная изменится? Генуру нет. То есть, даже если есть какой-то дефект в полости. Ну, вот, допустим, здесь этот дефект. Вокруг него может образоваться какой-то, так называемый, полокачественный дефект. Вихрь там какой-нибудь. Ну, все равно, отойдя от него на какое-то расстояние, здесь все должно быть однородным. То есть, мы рассматриваем просто область без дефектов. И нам важно, чтобы мы находились, конечно, внутри, на качестве. Что вам рассказать? Ну, когда возникают вихри. Возникают и скульптуры из вихря, наверное? Да. Могут возникать, ну, пара их рентивиктов. Не буду говорить, что. Хотя, возникают, наверное, рентивикты. Это когда одна приобходит 2π разность фасов, другая – минус 2π. И они вот так вдвоем. То есть, эти вилки, которые на интерферограмме вы видите, они просто друг другу компенсируют, вот. Тут вокруг них все однородно. Они рядом находятся. Могут пары возникать. Могут возникать какие-то некоторые, ну, по крайней, теоретически возможно, что будут возникать некоторые, скажем, решетки этих вихрей. Но экспериментальные решетки не наблюдались. Только им наблюдались пары и единичные вихри. А эти интерферограммы в час пикосекунды? Время жизни, да, пикосекунды. Но, опять же, один вылетел, другой залетел. Они постоянно накачивают. Они постоянно как бы поддерживают скорость какой-то накачки. Так что… И при этом получается, что новый залетел, и он фагеринтен тем, которые там уже вылетели. То есть, как-то вот они поддерживают. То есть, хотя пикосекунды нужно вайп это, да? Там что называется? Да там цитация эфировая обычная лазера. Вообще-то это тоже не важно. Ну, вот как. Неважно, да. То есть, важно то, чтобы он успевал конденсироваться в это состояние быстрее, чем он улетал. И это происходит. Да, и постоянно такое. И поэтому, даже если какие-то уже отсюда вылетели, то вы снова накачиваете постоянно какой-то вот здесь вот перегиб, точку перегиба здесь. Ну, вот эта старуха оказывается. И они постоянно сюда как бы добавляют частиц. И поэтому можно какую-то подобрать скорость накачки такую, чтобы рост будет инфраструктурным. Да. Красота. А в данном втором слайде, где была такая история? Вот. 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 Причем это два человека показаны. Ну, их еще, да. Кетерли? Нет. У этих там было, наверное, сто, два. Да. А Кетерли получилось десять пятых. Причем это, на самом деле, довольно драматично выглядел, потому что он делал свой эксперимент, готовил эксперимент в течение нескольких лет. На самом деле есть в интернете лекция, если просто набрать в гугле. Вольф Уолен Кетерли. Его Нобелевская что ли? Ну, лекция, которую он читает в университете на следующий день после того, как ему дали премию. И это выглядит впечатляюще, во-первых, потому что, ну, как бы чувствуется некое приподненное настроение у докладчика и у всех. Человек только что получил Нобелевскую премию, и он об этом рассказывает. Это раз. А во-вторых, лекция довольно хорошая, потому что он действительно понятно рассказывает, как он делал эксперимент, что он его готовил там, ну, какое-то долгое время. И когда он узнал, что эти сделали бозоконденсацию, было понятно, что он опоздал, а у него не получалось ничего. И они решили еще проработать какое-то время, и буквально в последнюю ночь перед тем, как прекращать эти эксперименты, им удалось получить бозоконденсацию. И причем гораздо более качественно, чем у тех, кто получил ее первым. Ну, видимо, они просто себя рекламируют гораздо лучше. Потому что если просто набрать бозоконденсацию в гугле, то вы сразу попадаете на вот эту страницу, вот на эту, на которой все про них, там, о, мы там бозоконденсацию получили, а что это такое, там, все эти картинки, все эти видео, там, это все из интернета. Ну, это Колорадо, да, он на Сочувствовсе, наверное, да, не помню, но не важно. Ну, в общем, эту лекцию просто интересно посмотреть, она на самом деле познавательна, с точки зрения того, как получается бозоконденсация. Можно попробовать посмотреть эти видео, если у меня флешка там торчит. Как это сделать? Прости. Ну, это не вытащено. Видео с экспериментами полиэтапного. Ты ее еще отцепил, да? Нет, я ее не отцепил, просто можно закрыть. Выберем уже, когда я его наперетащу на экран. Вот этот, этот. Мы ничего не видим. Я его сейчас перенесу. Вот, сейчас сначала. Так, а как, стоп, то сделать? Опять. Вот, здесь показано, как это происходит во время этого импульсного пространства. А, нет, это реальное пространство. Потом и располагается. Так, следующее что? Ну, вот это то, что наблюдательный эксперимент был бы, естественно, раскрашен. Смотрит и... А, вот, здесь, например, вот это то, что сверхтекущее его вызывают. Потом как-то проплын через этот. Сейчас, ну, тут есть где-то более хорошее, сейчас мы найдем. О, блин, да. Хотя, это моделирование, ладно, моделирование неинтересно. Ага, вот этот самый хороший. Значит, создаётся с каким-то импульсом вот этот перетрог. А здесь вот дефект находится. Вот, вы видите, после прохождения дефекта она имеет такую же форму. И поэтому, как бы, бездисипативное течение. Ну, всё, это самое зрелищное. Остальное всё то же самое примерно. Да, всё больше, очень интересно. Ну, может, ещё какие-то вопросы есть? Нет вопросов. Да, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ